Движение автотранспорта на рабочего штаба всегда было очень интенсивным. Именно здесь, на перекрестке улиц Марии Цукановой и рабочего штаба, произошло лобовое столкновение легкового автомобиля и микроавтобуса. Водитель легкового автомобиля «Мазда» был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Водитель микроавтобуса собирается обратиться за медицинской помощью. Помимо водителей пострадали пассажиры и автомобиля, и маршрутного автобуса. В больницах остаются семь человек. Трое из них – дети. Это брат и сестра, которые находились в автомобиле. И третий ребенок – пассажир маршрутки. Самому младшему всего 4 года. С различными травмами они доставлены в отделение травматологии и хирургии Ивана Матрюнинской больницы. У одной девочки есть перелом бедренной кости. У двоих детей перелом тазовой кости подвздошной. У третьего ребенка перелом костей предплечья, который потребовал манипуляций, то есть одномоментной закрытой ручной репозиции под наркозом. И также имеются переломы у него же костей лицевой части черепа, которые сейчас лор-врачи и стоматологи наблюдают. В дальнейшем тактика будет уточняться лечение. Сейчас состояние несовершеннолетних пострадавших оценивается как средней степени тяжести. Им предстоит пробыть в больнице в течение 14 дней. Присматривают за детьми родственники, так как родители большинства сейчас в другой больнице. В реанимации третьей клинической находятся четверо взрослых в отделениях нейрохирургии и травматологии. Все в тяжелом состоянии. Нам доставлено 6 пациентов. После ДТП четверо из них госпитализированы в тяжелом состоянии, находятся в отделениях больницы. Двум человекам оказана помощь специализированная, отпущены на амбулаторное лечение, так как тяжести в состоянии позволяют их отпустить на амбулаторное долечивание. Всем оказывается высококвалифицированная помощь. В ситуации на сегодняшний день состояние пациентов остается тяжелым. Это видео с места происшествия. ДТП произошло 15 июля. Около 4 часов дня. Автомобиль столкнулся с микроавтобусом, который следовал по маршруту 81. Сотрудниками госавтоинспекции было установлено, что произошло столкновение между двумя автомобилями. Это Мазда Аксела, которая двигалась в направлении выезда из города Иркутска. И маршрутным транспортным средством «Форт Транзит», который двигался в центральную часть города. В результате данного дорожно-транспортного происшествия в медицинские учреждения города Иркутска обратилось 17 человек. 10 пострадавших сейчас на амбулаторном лечении. Их здоровью ничего не угрожает. Кто виновник аварии и какова ее причина, еще предстоит установить. Сейчас по факту ДТП началась проверка. Анастасия Масквитина, Константин Синицын. Новости сейчас.